Добрый вечер, друзья. Приятно, что смотрите. Меня зовут Алексей Гоман. Это означает, вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Историк из Соединенных Штатов Америки, доктор исторических наук Юрий Филиштинский сегодня с нами. Господин Филиштинский, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый день, добрый день, здравствуйте. Друзья, прежде чем начать, по традиции рекомендую всем подписаться на YouTube-каналы нашего медиа-сообщества. Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, гостях у Гордона для того, чтобы не пропустить новое интервью. Также прямо сейчас уже можете начинать писать ваши вопросы. Как вы видите, мы стараемся отвечать на них в последующих интервью. И поставьте лайк этому видео авансом. В крайнем случае заберете его в конце, но это поможет большему количеству людей увидеть сегодняшнюю беседу. Господин Филиштинский, ну с вами, как с историком, не мог начать ни с одной другой темы, кроме этой, которая наделала много шума за последние дни. Значит, президент Украины Владимир Зеленский поручил изучить возможность переименования России в Москве. Так он отреагировал, для наших зрителей, напомню, на петицию, которая набрала 25 тысяч голосов. Ее автор считает, что именно Московия – это историческое название Российской Федерации и предлагает заменить термины, значит, российский на московский, а Российская Федерация на Московская Федерация. Для начала хотелось бы услышать ваше мнение, насколько логика тут прослеживается. И второе, возможно, вы сможете привести пример из истории, когда было ли такое уже, когда какое-то государство в своем языке переименовывало другое. Ну, откровенно говоря, я, конечно, склонен большую часть своего внимания тратить на ход военных действий и на то, что происходит в России, а не на такие, ну, в общем-то, формальные моменты, да, как какое государство называть. Я не думаю, что по результатам этой войны, прямо скажем, мы придем к переименованию Российской Федерации или России. Кстати, формально говоря, зафиксированы два названия. По результатам этой войны название останется тоже, но границы Российской Федерации потерпят некоторые изменения, и ряд республик, ряд территорий от Российской Федерации неизбежно отколются. Это прежде всего будет Чеченская республика, я думаю, что Дагестан, я думаю, что Ингушетия. А про очередные остальные какие-то национальные территории, я думаю, вопрос будет до конца войны открыт. Это Татарстан, например, да, может быть, какие-то еще, опять же, национальные территории, да, поставят вопрос о независимости или о какой-то очень серьезной автономии. Но я не отношусь к, ну, историкам или наблюдателям или аналистам, которые считают, что Россия расходится на несколько государств. Вот я этого не вижу, я не знаю таких примеров за пределами, как бы, ну, Северной и Южной Кореи и Восточной и Западной Германии, но там были определенные, как бы, внешние факторы. Повторяю, я не думаю, что России грозит раскол и вообще, что он, как бы, теоретически возможен. Я этого не вижу, и я не вижу в этом необходимости. Другое дело, что, наверное, опять же, по результатам войны у нас есть, ну, два сценария. Либо в России к власти придут люди, которые будут отчетливо понимать, что главная проблема России, главный враг России – это Путин и госбезопасность. Либо Россия, как бы, сумеет выкарабкаться из этой войны, из такой большой Северной Кореи, да, то есть, как бы, война закончится, вроде бы, да, Россия вроде бы проиграет, с наложенными все равно на них санкциями, которые никогда не будут сняты с страной, останется страной-изгоевым, останется с, ну, не знаю, в общем-то, ненавидимым всем миром российским народом, который, чем больше эта война идет, тем больше, как говорится, он всем вредит, и тем больше он ненавидим. Но это, повторяю, зависит от того, найдутся ли в России силы, которые сметут нынешний режим. Пока что я этих сил не вижу. Как раз об этом хотелось бы дальше поговорить. Под рукой у меня свежая социология, Институт конфликтологии и анализа России провел исследование и пришел к выводу о том, что три четверти россиян не знают, за кого бы они голосовали, если бы на выборах не баллотировался Владимир Путин. Ни один из предложенных им вероятных кандидатов не набрал больше, чем 7%. Как вы это могли бы объяснить? Как вот вы на это смотрите? Вы знаете, это очень легко объяснить. С 2000 года, когда Путин пришел к власти, и не забудем, что мы говорим про страну, где демократии никогда не было. Вот ее не было до 1917 года, потому что это была монархия. Ее не было до 1991 года, потому что это была советская диктатура. А дальше было несколько попыток отстроить какое-то демократическое общество. И эти попытки в 2000 году, или к 2000 году, окончательно провалились. Так что демократии в России не было. С 2000 года КГБ, которая, бывшая КГБ, ФСБ, которая поставила Путина у власти, вытаптывала площадку политическую. Вот так, чтобы в России не осталось никаких сил, которые будут претендовать на власть государства. Это та реальность, которую мы сейчас наблюдаем. И это та причина, по которой, я уж не знаю, честные это опросы, нечестные, объективные, необъективные, можно им верить, нельзя им верить. Но то, что отстраивалось все именно так, чтобы никаких кандидатов, кроме Путина, в головах людей не существовало, мы это знаем. Это тот, для чего убивался Борис Немцов, потому что он был очевидным кандидатом. Ну, если вдруг что-то с Путиным случается, да, и вот новые выборы, то очевидным кандидатом, допустим, да, известным человеком, популярным человеком мог быть Борис Немцов. То же самое относится к Навальному, да, почему ему его пытались убить. Потому что если вдруг что-то происходит с Путиным, ну, мало ли что, Кадюк его завтра укусит, и он умрет, да. Навальный становится таким очевидным кандидатом на пост президента. Вот всех этих кандидатов госбезопасность убирала в превентивном порядке. И поэтому площадка вытоптана, и действительно ни одного, как бы, кандидата нет. Это имеет свои плюсы, это имеет свои минусы, я имею в виду для тех людей, которые сегодня управляют Россией. Потому что в результате, после 25 лет с лишним, да, справления Путина, с его уходом рухнет система. Вот это не значит, что Россия станет нормальной страной. Но система, которую отсраивал Путин вокруг себя все эти 20 лет, рухнет. Потому что так устроена Россия. Так было после Сталина, так было после Брежнева. И в этом есть, как бы, некий риск для тех людей, которые, я имею в виду людей изнутри госбезопасности, да, потому что, повторяю, никаких других сил в России просто нет. Нет политических партий, которые борются за власть, да, нет каких-то, ну, не знаю, вооруженных группировок или вообще каких-то сильных структур, которые борются за власть, да. Потому что Путин всего лишь председатель Совета директоров чекистов у власти, да. Но риск заключается в том, что они его изменить теперь сами не могут, даже если хотят. Потому что, скорее всего, его система рухнет. Что придет ей на смену, ну, ничего хорошего, но... Кстати, по поводу кандидатства. Недавно, значит, Евгений Пригожин совершил политический камин-аут. Ну, может быть, в качестве шутки, но восприняли все по-разному. Заявил, значит, что будет баллотироваться чуть ли не в президенты Украины и составлять конкуренцию Владимиру Зеленскому. До его конфликта с Министерством обороны Российской Федерации, кстати, Пригожина обсуждали вполне себе даже как человека, который может в дальнейшем составить конкуренцию чуть ли не Владимиру Путину. У меня вопрос даже может быть сейчас не про Пригожина, хотя и про него тоже. Вот вы можете себе представить, что после там ухода или смерти Владимира Путина народ выберет не демократического кандидата или какого-то там более демократического, чем есть, а еще более милитаризированного, такого, например, головореза, какой-нибудь главы, какой-нибудь банды вроде того же Пригожина. Вы знаете, все намного проще и все намного более прозаично. Компьютер всевыборы, который подсчитывает голоса, официально в России находится под управлением госбезопасностью. То есть ФСБ контролирует эту машину. Некоторое время назад довольно каскадно это было сделано, но в результате была оформлена система, позволяющая в России так называемые дистанционные голосования. Это, в принципе, в любой нормальной стране это было бы как бы правильное решение, потому что зачем тратить время куда-то там ехать. Метель, дождь, да, вроде бы действительно проще голосовать дистанционно. Но, к сожалению, эта система, она работает хорошо и как бы правильно, только когда это честные выборы и когда это демократическая страна. А в России эта система была создана, опять же, госбезопасностью исключительно для того, чтобы давать тот результат, который устраивает власть. Кремль, Лубянку, Кремль-Лубянку. Поэтому это ответ на ваш вопрос, за кого проголосует российский избиратель. Российский избиратель, к сожалению, до тех пор, пока эта машинка стоит в стенах Лубянки, будет голосовать в результате, проголосует в кавычках за того, кого напишут на Лубянке. Вот ответ на ваш вопрос. Да, безусловно, я считаю, что если завтра что-то случится с Путиным, неважно что, и если да, будут действительно выборы, если выборы эти будут свободными, ну, скажем так, но не столько свободными, сколько без какого-то давления, если будет некий, ну, пусть анархический уровень свободы. Да, и если Навальный будет выпущен, я думаю, что президентом станет Навальным. Не потому, что, как бы, его программа прекрасная, и весь народ его поддерживает, но потому что так, наверное, устроена система голосования и голосования в революционные периоды, да, что поднимаются некие, ну, вожди, да, вот Ельцин забрался на танк, да, и победил. Навальному и на танк не нужно забираться, все, что ему нужно сделать, это для этого, это выйти из тюрьмы и, как говорится, подойти к микрофону на площади. Поэтому он, безусловно, победит, да. А другое дело, что я подозреваю, что жизнь его, естественно, находится в очень серьезной опасности, особенно учитывая, что он сидит в тюрьме, да, и не свободен. Ну, вот хотелось бы еще вернуться к личности Пригожина. Вот в Главном управлении разведки Украины считают, что бой за Бахмут, собственно говоря, это последняя страница истории основателя ЧВК Вагнер, так как там он потеряет подавляющее количество своих бойцов, новых набрать из тех же тюрем ему не дадут. И вообще, вне зависимости от того, сможет ли он оккупировать Бахмут или не сможет, в любом случае его песенка как бы в российском политикуме спета. Как вы думаете? Ну, во-первых, к российской политике он никакого отношения не имеет. Вот как бы не относиться к российской политике, но Пригожин, как бы уголовник Пригожин к российской политике не имеет никакого отношения. Есть в Российской Федерации и в российской, как говорится, политике сегодняшней несколько громоотводов. Это такие люди, которые непонятно откуда появились, да, которые, в общем-то, держатся на плаву исключительно, личных отношений с Путиным, да, потому что вот по ряду причин они как бы оказались рядышком с ним, и которые уйдут вместе с Путиным, которые как бы ненавидимы абсолютно всеми, всеми, кто как бы влияет на ситуацию, да. Один из них – это Пригожин, да, подчеркиваю, уголовник, который не из спецслужб, да, он не из армии, он не из ГРУ, он не из ФСБ, и который вдруг вот поднялся до неимоверных высот, и на самом деле занимается бизнесом, да, ну, что такой Пригожин, это такой удачный бизнесмен, который пользуется ситуацией, успешно пользуется ситуацией, да, заработал и авторитет, и деньги. Но поскольку он не из спецслужб, то, поверьте, его ненавидят и в ФСБ, и в ГРУ, да, и держится он только на том, что вот Путин считает ему полезным, и он действительно полезен, вот придумал хорошую схему с уголовниками, которых можно бросить как бы в траншеи и всех там закопать. И смотрите, как удобно, и уголовников больше нет в России, да, и вроде бы есть чем дырки в окопах забить пока. Еще один громад, вот это Кадыров, который, конечно же, в минуту, когда перестанет существовать Путин по тем или другим причинам, ну, у него тут будут два варианта, да, либо заявить о независимости Чеченской Республики, либо, я думаю, его убьют, потому что врагов у Кадырова очень-очень много в Чечне, кровных врагов, да, потому что за эти годы он, конечно, их создал себе там в очень большом количестве, и у Кадырова будет как бы сложная ситуация без российской поддержки, да, потому что сейчас он держится в основном на поддержке Путина. А третий человек, который как бы поднялся только на личных связях с Путиным, это Дмитрий Медведев, который вот сейчас пугает весь мир страшилками, ну, и затем есть уже совсем мелкие люди, типа Шойгу, да, которые, конечно же, тоже как бы исчезнут с горизонта вместе с Путиным, да, ну, вот, потому что на самом деле это громоотводы, это громоотводы, которые созданы для того, чтобы мы не по существу как бы анализировали проблему, да, повторяю, по существу эта проблема заключается в том, что в России у власти госбезопасность, и эта проблема очень серьезная, потому что в истории нет примеров, когда госбезопасность управляла бы государством, таких примеров нет, и вот весь комплекс проблем, с которым мы столкнулись, да, в основе этого комплекса, именно вот этот вот факт, мы имеем дело со страной, тем более, кстати, с ядерной державой, которая управляет госбезопасностью, вот результаты этого управления, да, вот чтобы мы не концентрировались на вот этой части, да, а считали бы, что проблема в том, что есть Пригожин, есть Кадыров, есть Медведев, есть Шойгу, ну, есть там Путин тоже, конечно, есть, да, но что все это типа личности, да, вот нам их всех все время подставляют. А на самом деле нужно смотреть на Триумбират, который управляет Россией, это Путин, Патрушев и Бортников, это коллегия ФСБ, вот недавно нам впервые, наконец-то, да, раскрыли, что Путин выступал там с докладом, часть которого открытая была, а часть которой закрытая. Он все время там выступает с докладами, просто они всегда закрыты. Нельзя даже сказать, что это тайный орган, он официально существует с 1918 года, но документов никаких, да, исходящих из этого органа мы не видим, мы не читаем. Вот это те люди, которые управляют Россией, и вот их нам и нужно, как бы, отстранить от власти. Это очень сложно. Друзья, мои недруги, да просто завистники, много лет пытались найти на меня какой-нибудь компромат, чтобы сказать, смотрите, он тоже не идеальный, и у него есть что-то, чего ему стоит стесняться или стыдиться. Ну нет, ребята, перелопатили всю мою биографию, всю мою жизнь. Ничего не смогли найти, только лишь то, что в 2007 году я рекламировал, не продавал, замечу, а рекламировал. Медицинский прибор «Золотая пирамида». Медицинский прибор, который имел все лицензии Министерства здравоохранения и необходимые патенты. Ну что же, поскольку у меня самоиронией, в отличие от многих других, все вот так, я решил в пику тем, кто рассказывает о «Золотой пирамиде», выпустить кондитерское изделие, которое называется «Яйца Гордона» в шоколаде в «Золотой пирамиде». Все думали, что я шучу. Нет, ребята, я никогда не шучу. Шучу я всегда, но... Выполняю то, что пообещал. Вот они, «Яйца Гордона» в «Шоколаде» в «Золотой пирамиде». Вкуснее яиц, ребята. Никто из вас никогда не ел. Всем хорошим людям рекомендовано есть эти «Яйца Гордона» в «Шоколаде» от «Кузо». А всем моим недругам и завистникам рекомендовано облизывать яйца Гордона в «Шоколаде» три раза в день по часовой стрелке. Может быть, вы станете немножко добрее. Господин Фрешинский, а как вы думаете, о чем могут быть вот эти вот доклады Путина перед ФСБ, вот те самые закрытые, которые проходят, по вашим словам, вероятно, регулярно? Ну, это же, конечно, будет спекуляцией с моей стороны, но тем не менее. А коллегия ФСБ существует с 1918 года. Это своеобразное политбюро. То есть вот было политбюро в Советском Союзе, политбюро ЦК КПСС. А в нынешней России есть коллегия ФСБ, которая как политбюро управляет Россией. Эта структура, не нужно ее недооценивать. Это люди, которые реально могут снять завтра Путина от власти, отстранить Путина от власти. Там 18 человек, по-моему. В последний раз, когда я проверял, было 18. Я не знаю, может быть, они меняют состав. У них, как сказать, в феврале 22 года была начата программа, по крайней мере, ну, ее, наверное, финальная стадия, как они считали, по захвату Восточной Европы. Вот не нужно как бы недооценивать. По захвату Восточной Европы и, соответственно, по стратегическому переориентированию России. Потому что после захвата Восточной Европы Россия наконец-то поднималась уже на уровень бывшего Советского Союза. Вот в этом состоял план Бритскрига, начатый 24 февраля 22 года. И я не знаю, как в календарном смысле они определяли эти сроки. Но я подозреваю, что месяца 2-3 отводилось на полную оккупацию Украины. Дальше, может быть, месяц на захват Молдовы, выход в Приднестровье, соответственно, захват Молдовы. И дальше российская федерация объединенными войсками России, Белоруссии и Украины. Еще и Приднестровье, да, планировала двинуться в страны Балтии. Потому что у НАТО, как не было в Европе обычной силы, обычной армии, да, таких обычных видов вооружений, так и до сих пор нет. Хотя сейчас уже надо этим работать, сейчас ситуация лучше, сейчас создается, увеличивается армия, сейчас все увеличивают бюджеты, уже как бы лед тронулся. Но на февраль 22-го года у НАТО армии как бы не было в Европе, а как мы знаем, да, больше всего на свете Европа и правильно боится ядерного столкновения. Поэтому ядерную войну с Россией никто бы не начинал бы, да. А в смысле обычных видов вооружений была как бы вторая армия в мире, которая была сосредоточена и двинулась бы спокойненько в Восточную Европу. Другое дело, что на примере войны с Украиной через год кровавой войны мы знаем, что нет никакой армии второй в мире, да, что Россия не в состоянии воевать, что она не в состоянии захватить даже Украину. Но это мы сейчас все знаем. А в феврале 22-го года, когда принималось решение о вторжении в Украину и о начале вот этого, этой большой войны по молниеносному захвату Восточной Европы, да, никто этого, естественно, не знал. Ни Путин, ни западные разведки, никто не знал, что вторая армия в мире, да, будет заторможена Украина и не сможет продвинуться там никуда. Ведь за год войны, будем откровенны, да, всегда агрессор, когда он начинает атаку, имеет серьезные преимущества. И, ну, нет ничего удивительного, и с военной точки зрения нет ничего неправильного, что Россия там в первой неделе имеется войны, продвинулась и захватила там, я уж не знаю сколько, 20% украинской территории. Это все совершенно как бы нормальный с военной точки зрения момент. Что ненормально, что после года военных действий Россия на самом деле не смогла не продвинуться никуда. И даже наоборот, часть этих захваченных территорий потеряла. Вот это абсолютно с военной точки зрения ненормально. Потому что если мы посмотрим на историю Второй мировой войны, мы увидим, что произошло за первый год Второй мировой войны. За первый год Второй мировой войны, если иметь в виду Советский Союз, он захватил страны Балтии, захватил Восточную Польшу, захватил часть территории Румынии и захватил часть территории Финляндии. И дальше еще планировал двигаться, двигаться дальше, дальше и дальше. Просто с Гитлером Сталин не смог договориться. А если иметь в виду Гитлера, то за первый год войны хватил Западную Польшу и практически всю Западную Европу. Это был результат первого года войны у Сталина и Гитлера. И посмотрите, какой результат первого года войны у Путина. Нулевой. Поэтому дела у них плохи, будем откровенны. Другое дело, что они до сих пор разрушают Украину с воздуха, до сих пор убивают украинцев. Им абсолютно все равно, сколько класть своих. И война принимает затяжной оппозиционный характер. Но с точки зрения стратегической, ходов у Путина нет. Друзья, добрый день. Вот такая у нас обстановка. Видите, света нет. Опять спасибо нашим русским в кавычках братьям, чтобы они горели в аду за все, что они для нас сделали хорошего в кавычках опять-таки. Вот сейчас сижу, подписываю для своего магазина мерча гордон-шоп книжки. Вот уже, видите, вот такая лампочка у нас, вот такая, видите, как на батареечках. Вот уже 9 книжек подписал. У меня осталась 10-ая одна, вот такая вот, видите. Сейчас буду подписывать, чтобы вы видели, как это происходит и знали, что это подписываю я, а не кто-то за меня. я всегда делаю все сам. Сейчас вам покажу. Вот видите, вот так раскрываюсь. Вот так вот делаю. Неудобнее было. Сейчас за что-то зацеплю красиво. Так. За планшетик. Как что делать? Приспосабливаемся. Человек такое животное, что ко всему приспособится. Сейчас вам покажу, как я буду эту книжку подписывать. Вот так видно будет, видно будет, да? Вот видите, как-то так всех победим, всех одолеем. Слава Украине! Ну, именно поэтому мы и говорим, что сейчас жизнями украинских военных, простых украинцев, которые погибают в своих домах, мы платим цену за безопасность европейского, в принципе, континента. Очень интересная была история спасибо, господин Фельдшинский, что поделились. Давайте еще хотелось бы вернуться к персоне Кадырова. Вот вы говорили о том, что вы можете предположить, что в дальнейшем, после того, как Путин будет отстранен, или там, не знаю, умрет, короче, как только он не будет при власти, то тот же Кадыров может подвергнуться ликвидацией. Уже сейчас некоторые аналитики, западные СМИ, в том числе и таблоиды, говорят о том, что Кадырова могли отравить, но мы сейчас даже не будем конспирологию разводить, просто давайте по факту. Видели вот сегодняшний визит Кадырова к Владимиру Путину. Ну, душераздирающее зрелище, то есть, сидит Путин, схватившись, вцепившись за стол, глаза еле приоткрыты, напротив него Кадыров, опухший, как говорят, из-за серьезных проблем с почками. Дрожащими руками держит какой-то конспект, по которому читают доклад перед Путиным. На пальце журналисты рассмотрели прибор, который измеряет количество кислорода в крови. Если сейчас, опять-таки, не вдаваться в конспирологию, просто вот я бы, с точки зрения политтехнологов Кремля, хотя у меня нет, конечно, такого образования, подумал бы еще, стоит ли такое протокольное видео вообще публиковать, потому что действительно выглядит, что российский президент, что глава Чечни там, ну, очень плохо. Зачем такие видео публикуются? Зачем вот, например, сегодня нужно было обязательно вот этого опухшего Кадырова садить за стол с Владимиром Путиным? Ну, прежде всего, все такие встречи готовятся заранее. И, наверное, ни Кадыров не склонен был звонить Путину и говорить, что извини, дорогой, у меня ангина. И Путин, наверное, не стал бы говорить Кадырову, что извини, я плохо себя чувствую. А дальше происходит эта протокольная запись, и кто-то из тех, кто ее делает, должен набраться смелости и сказать Кадырову, что он вообще опухший после, я уж не знаю, чего, и что его в таком виде в эфир не пустят. Или Путина должен сказать то же самое примерно. И про Путина должны тоже сказать, что они плохо выглядят. Я думаю, что таких смелых людей там уже не осталось, что все как бы смелые люди уже давным-давно уехали. Нет там человека, который готов сказать, что Путину, что Кадырову, хоть одно как бы такое неприятное словечко. Наверняка они сказали ему наоборот, вы прекрасно выглядите, друзья. Сейчас мы эту запись вот прямо в эфир и даем. Я думаю, что это то, что происходило. Недавно вот Кадыров жаловался на то, что его помощника пытались отравить, причем таким шпионским методом, там отправили письмо с ядом, и если вовремя не заметили, то этот помощник, значит, погиб. И вот эти вот в аккурат как раз поступают заявления о том, что возможно там спровоцированы проблемы с почками у Кадырова из-за опять-таки там отравления. Вы можете предположить, если говорить опять-таки ну вот предполагать, кто бы сейчас мог хотеть ликвидации главы Чечни? Кремль, например, официальный, ну если говорить о Владимире Путине, в этом заинтересован? Нет, конечно. Нет, конечно. Единственная причина, по которой Кадыров как бы в седле, это Кремль. Ну он там еще из Катары тоже получает деньги, но это уже другие как бы дела. Безусловно, Путин заинтересован в Кадырове, потому что никто, кроме Кадырова, не сможет обеспечить Путину такой уровень послушания в Чечне. И безусловно, Кадыров заинтересован Путием, потому что Кадыров получает от Путина деньги, необходимые ему для стабилизации ситуации в Чечне. Ну а как вы считаете, то, что сейчас авторитет Кадырова так растет и укрепляется, может кого-то напрягать среди вот тех самых личностей, которые, по вашим словам, действительно правят в России? Ну не очень понятно, что значит авторитет растет и укрепляется. Понимаете, мы же сейчас без обратной связи. Вот нам что-то показывают, нам показывают Путина, который что-то говорит, нам показывают Кадырова, который что-то говорит, там Пригожина, который что-то говорит, там Киселева, который что-то говорит. Ну они это куда-то говорят, в какой-то рупор, да, и мы видим, как они это говорят, мы слышим то, что они говорят, мы пытаемся там анализировать или там думать на эту тему, но кому они это все говорят, мы же не знаем. И мы не знаем, что думают об этом те люди, которым они это говорят, вообще слышат ли они их, видят ли они их, понимаете? Поэтому я не думаю, что у Кадырова вырос авторитет за последнее время больше, чем он был в Чечне, потому что в Чечне все держится на крови и на деньгах, как было, так и есть. Я не думаю, что после 22, после 24 февраля, ну может быть не после 24 февраля, но скажем так, после 24 февраля плюс 6 месяцев или плюс 4 месяца в России у кого-то с тех пор вырос авторитет. Я думаю, что это просто не так, что в России сейчас авторитета, ну в общем-то ни у кого нет. Вот о восприятии войны в российском обществе еще хотел бы поговорить. Опять-таки, возвращаясь к Институту конфликтологии и анализа России, у них, кстати, данные очень сходятся с Левадо-центр российским. По их данным, через год войны почти 70% россиян положительно отнеслись бы к завершению так называемой специальной военной операции хоть завтра, но при этом практически такое же количество людей считает, что страна движется в правильном направлении и начинать войну все же нужно было. Как вот это коррелироваться может? Ну тоже, я думаю, ответ на этот вопрос достаточно прост. А ведь Путина, если мы спросим сегодня, готов ли он остановить войну, он на это искренне ответит, что вот прямо сейчас готов, завтра готов остановить войну. Вопрос же в том, на каких условиях. И я думаю, что если эти условия будут озвучены, да, вывод российских войск, границы 13-го года, репарации, военные преступники под суд, ну вот хотелось бы узнать, какой процент опрашиваемых на вот этих условиях хотят остановить войну. Ну, господин Фрустинский, на финал тоже вопрос, который хотелось бы с вами как с историком обсудить. Вот сейчас мобилизованные в России регулярно снимают видеообращения, значит, командованию военному к руководству о том, что там их недостаточно тренируют, недостаточно снабжают, это я даже не говорю сейчас о вагнеровцах. И вот российская оппозиция, она часто призывает этих военных, мол, что вы не на тех жалуетесь. Говорят, мол, виноват это в первую очередь не командование даже военное, а правительство, которое развязало эту войну, которое отправляет вас в бой. И вот здесь сразу мне вспоминается в интервью бывший спичрайтер Владимира Путина, Аббас Галямов, интервью с ним, кстати, можно посмотреть на ютуб-каналах Дмитрия Гордона и в гостях у Гордона. Он привел отличный пример, что до Великой Французской революции большинство подданных короны тоже хвалили, пели оды, значит, правительству, а потом ту самую корону сами повели на плату. И вот как вы считаете, если завтра с телевизоров начнут говорить, что Путин плохой, Путин развязал войну, вот сейчас можно наладить отношения с Западом, может ли этот народ, те самые три-четыре четверти, о которых мы говорили в начале, сами же, грубо говоря, отвернуться от президента Российской Федерации и фигурально или даже в прямом смысле слова отвести его на плату? Ну, во-первых, я думаю, что больше этого народа, она уже уехала из России. И там остались люди наименее как бы энергичные и максимально согласные с тем, что делает Путин. То есть, по крайней мере, там остались люди, которые комфортно себя ощущают в том состоянии, в котором сейчас находится Россия. Я не думаю, что мы сможем увидеть, ну, революционные движения, направленные на свержение Путина. Господин Ферчинский, я даже немного не об этом спрашивал. О том, что не пойдут сносить, у меня сомнений нет. Но вступятся ли за него, если завтра Путин, те самые там, совет ФСБ захочет устранить от власть и повесить на него всех собак? А, нет, конечно, не вступятся. Ну, это опять же, может быть, даже эта специфика не только России, может быть, это и ко многим другим странам относится. Но нет, конечно, никто не вступится за него. И, конечно, все про него забудут на следующий день, как забыли про Брежнева в свое время. Ну, я имею в виду российского избирателя, что называется. Поэтому в этом плане на защиту российского народа ему точно не следует рассчитывать. Господин Ферчинский, спасибо. Еще много тем хотелось бы обсудить, но давайте будем продолжать в следующий раз. Друзья, напишите ваши вопросы, которые вас интересуют. Будем стараться на них тоже отвечать. Юрий Ферчинский, историк из Соединенных Штатов Америки, доктор исторических наук сегодня был с нами. Друзья, спасибо, что смотрели. Господин Ферчинский, спасибо, что нашли время. Друзья, не забываем, если вы этого не сделали, ставим лайк и подписываемся на YouTube-канал Дмитрий Гордон. В гостях у Гордона и Олеся Бацман. Спасибо, всего доброго.